Здравствуйте! Рады продолжить наши беседы и рады приветствовать тех, кто нас иногда имеет терпение послушать. На прошлый раз мы остановились на таких церковных несоглашателях. Да, о духовном движении, которое обзывается стрегольниками. Просто сделает вступление. А вообще мы остановились на 15 веке, очень интересный век, на середине 15 века, на последнем митрополите Исидоре, который пытался втянуть русскую церковь в сети Ватикана. Ну да. Не просто по своей личной инициативе, а вместе с Константинопольским патриархом, конечно, подчиняясь Константинопольскому патриарху. Это позапрошлая наша беседа. Это как раз 1440-е годы, когда у него ничего не получилось, и он ушел из Руси. Мы сейчас продолжим. А кто там был следующий на церковном престоле, так сказать, на Руси. Но перед этим еще бы хотелось напомнить все-таки политико-исторические небольшие события вот в это время. Это как раз разгар феодальной войны между Шемякой и Василием Вторым Темным. Как раз в 40-е годы произошел такой казус. Мы упоминали о том, что в 30-е годы образовалось Казанское ханство. Тем, что Улу-Мухаммед образовало его. И вот это ханство там был такой один интересный момент, который пригодится нам, в принципе, для понимания некоторых сторон политики и церковной в том числе. В 40-е годы Казанское ханство набрало очень громадную силу, так как эти ребята в основном ничем не занимались, кроме как облагать всем данью. Захватывать рабов, грабить и так далее. Эти ребята то же самое решили произвести и с Московским царством. Значит, Улу-Мухаммед двинулся на Москву, разгромил. Это было еще одно очень большое нашествие. И попал в плен сам Василий Второй. Это было в 1445 году. После этого, ну, с ним, конечно, ничего делать не стали, но обложили огромным-огромным выкупом. В это время Шемяка перехватывает власть в Москве и на него падает обязанность выплачивать этот выкуп. Ну, в результате Шемяка скатился с престола и так далее. Там это уже политические события, кому интересно, он посмотрит. Но был еще один интересный момент. Здесь же, в 440-е годы, другой татарский хан, тоже чингизит, Касим хан, пошел в подданство в Москве. И вот эти вот Касимовские татары, знаменитые, которые были потом на Руси, они принимали христианство. Ну, вначале их никто не заставлял, они оставались мусульманами. Значит, вот это вот очень важное событие. И потом произошло как раз вот между Касим ханом и Улу-Мухаммедом, и их потомками произошла схватка за Казань. И вот эти события я хотел бы отметить, потом мы их еще будем касаться, а пока вернемся к церкви. Так, значит, что бы хотелось сразу упомянуть здесь в ходе наших исторических событий. Дело в том, что вся эта история с духовными движениями, противостоявшими церковному обряду засилия и удалению духовности из жизни церкви, о присоединении к ней все больше и больше количества обрядов, которые не понимал ни народ, ни даже само духовенство, которое было глубоко безграмотным в те времена. К сожалению, настало такое время, что вот именно вот эти монголо-татарские времена образование скатилось до нуля. И не только народное, но и поповское образование очень сильно потерпело большой ущерб. Вот, потерпело огромнейший ущерб. Ни книг, ни какая переписка, ничего, не было возможности никакой поднимать уровень образования. Вся эта ставленническая пошлина привела к тому, что платить деньги, может, коровами торговал, платить деньги и становился священником на приход, а образование никакого не имя. Вплоть доходило до того, что попы читать не умели, по-славянски не умели даже читать, апостол не умели читать, там еле-еле бредет, как говорится, как писал потом один святитель более позднейшие времена. И вот это привело к тому, что в эти годы сумятицы, в годы унии и в годы разделения церквей и схизмы, это крайне повлияло негативно на всю российскую действительность. Гражданская война практически с дележкой Москвы и там не только различные княжеские усобицы. Падение Константинополя, вражда с Литвой. Все это привносило такой дикий колорит этому времени, что мы сейчас, вот я некоторые упомню вам, несколько расскажу, и вы сами поймете, что это такое. Но еще самое главное, конечно, событие, это падение Константинополя, крушение всего этого мира, переустройство церковное, переустройство подчинения вот этой иерархического Литва, там Польша, католический мир, православный мир, это некое было такое, в те времена это было некое такое, будем говорить, переустройство мирового порядка. Такое огромнейшее слом привычного и выработка новых условий. В новом условии надо приспосабливаться, чтобы жить в новом мире. 1453 год, падение Константинополя. Да, 1453 год, когда Мухаммедим II взял Константинополь. Значит, ну, мы немножечко здесь сейчас такую историческую справочку сделаем. В 1390 году родился будущий митрополит Иона, село Одноухово, Одноушево, правильно. Отец его был из таких вот, ну, зажиточных людей, он там и храм построил в этой деревне. И, по сути дела, митрополиту этому Ионе и Одноухов фамилия прикрепилась. Не только село, но и ему лично прикрепилась эта фамилия. Значит, в детстве практически в 12 лет он принял постриг. Это, конечно, против всех церковных канонов. Дети маленькие такие не могут принимать постриги. Это приводит к различным очень серьезным психическим заболеваниям со временем. Если он будет рассказывать о том, что там благодать Божия всех уврачует, не верьте. Потому что, к сожалению, эти дети, вот такие вот воспитанные прямо в рабстве, с младенчества, очень плохо духовно, физически развиваются. И все это заканчивается, ну, плачевно для них, даже в юном еще возрасте. Ну, может быть, исключения какие-то существуют, вариации. Вот 12 лет он принял постриг. И дальше вот о его, как бы, жизни умалчивают летописцы. Потому что в это время это была как раз эпоха Фотия, эпоха Герасима, эпоха митрополита Исидора. И нам только известно, что в 1431 году он уже стал епископом Рязанским. Это где-то в возрасте 41-го, около 40 лет. Он стал епископом Рязанским и Муромским, вот оттуда, откуда был Илья Муромец. Значит, после смерти Фотия в 1431 году, он де-факто был нареченным митрополитом Киевским и всей Руси. Еще все-таки Тилутов сохранялся, хотя в Москве они все находились. Иона. Да, 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 да. Иона. Иона, да. Из Чрева, Китова, Тридневен, Яко Иона. Иона также символ воскрешения Христа Тридневного. В 1331 году он де-факто становится нареченным на митрополитический престол, потому что Фотий, по сути дела, сам его, ну, как бы избрал еще при своей жизни, при своей кончине, посоветовал вот его на это место. Но почему так произошло? Не должно было такого быть, наречения какого-то или еще чего. А вот именно из-за этой междоусобицы всей, из-за именно всей этой замятни, из-за всей этой вот гражданской войны, он просто не мог поехать к Константинопольскому патриарху. Это же, видите, еще, смотрите, 1432-1331 год. Еще никаких падений Константинополя не было. Еще 20 лет с лишним там до падения Константинополя. Еще Флорентийской унии никакой не было. Но поехать он не мог, потому что была замятня эта. Что проблема? Нужно дары вести. А что вести, если ничего нет? Если все покрали, если все вот эти крымские, казанские татары, и княжеские междоусобицы, и бесконечные войны, и разрушение, разделение Орды. И это бесконечно продолжалось, он не мог, к сожалению, выехать к Патриарху. И был к Патриархе 8-й, переписка велась, а выехать он не мог. И вот уже первое каноническое нарушение. Я вновь и вновь обращаю ваше внимание, когда попы производят канонические нарушения, то с них только перья летят. С них снимают кресты, кожу живем, сжигают в сарае, и все. Если епископы нарушают канонические правила, ну это, ну ничего, как говорится, ерунда, дело же, одна курица в курятнике другую клюнула, ну разве же это проблема? Это не проблема совершенно. И вот целый собор совершает каноническое нарушение, потому что не имеет права, не имеет такого права самостоятельно избирать митрополитом. Было установлено правило, князь выбирал кого-то, отправлял на утверждение в Константинополь, уже оттуда приезжал митрополит. Но чем дальше закончилось это? Всем этим воспользовался Свидригайло. В 1433 году, зная, что нет митрополита, а есть только такой полузаконно избранный ставленник, отправляет он того самого Герасима, помните, о котором мы с вами говорили, и Герасим вперед успевает, рукополагают его, посвящают его в Константинополе, и Герасим уже возвращается назад митрополитом киевским. Но задержанный в Киеве, этим же самым Свидригайло, заподозренный в измене, неизвестно какой, он сжигается живьем, и опять митрополия остается без митрополита. В 1437 году, и он принимает попытку все-таки поездки в Константинополь, и приехав туда, благополучно узнает, что уже в 1436 году, то есть за год до этого, поставлен митрополитом Исида. И он опять остается, управляя по сути дела митрополией, и решает там разные вопросы, особенно с архиереями на кафедре, решая разные проблемы, он в то же самое время уже узнает, что есть Исидор. Ну, Исидор был очень долго, мы помним с вами там его огромную историю, которую мы перечисляли. И вот, да, вся эта эпопея с 1436 года по 1448 год, 12 лет получается, с Исидором. А вот 15 декабря 1948 года, Собором русских епископов, и по утверждению князь, сделали хитро так, наоборот, раньше было как, князь назначал, потом он ехал туда, в Константинополь, дам его рукополагали, и он возвращался. А теперь Собор избрал, и князю на утверждение, как Константинопольскому патриарху предоставил, князь утвердил, и он был избранным митрополитом киевским и всея Руси. Это же было не зря, это было после Флорентийской Унии. Да, это уже было после Флорентийской Унии, но еще до бадения. Но доверие уже к Константинопольскому патриархату очень упало. Доверие уже давно упало, конечно, там разные эти политические интрии. Доверие почему упало? Потому что это все было не в интересах России. Все это было, порабощала Русь, делала ее вассалом Польши, усиливало княжество литовское, римского папу. Все, московская власть от этого только теряла. Но, однако, это ничем не оправдывает то, что митрополит был избран незаконно. Это схизма и раскол. Пусть кто-нибудь там, можно придумать кучу оправданий, но тогда, извините, нужно выслушать оправдания всех остальных, которые тоже считают себя законными раскольниками. Поэтому получился такой раскол, который продлился там благополучно около 100 лет. И толком никогда, ну, потом уже только, когда приезжали канцинопольские патриархи, они там, было такое примирение составлено. Значит, в 1459 году, через год, он, ну, как бы понял, он шаткость своего положения, 59-го, 48-го. А, да, да, через 11 лет, через 11 лет, ну, в общем, его положение было очень нестабильным и шатким. И он понял это и собирает собор специальный для того, чтобы утвердить новый порядок избрания московских, киевских, московских митрополитов. Уже закончилась гражданская война. Да, но оно, поэтому и удалось. В 1953 году был убит Шемяков. Проблема еще в чем заключалась? То, что и архиереи многие не признавали его каноничности. Архиереи, которые раньше были поставлены, там, при фоте и прочее, они не признавали Иону, потому что считали, что он незаконно рукоположен, незаконно поставлен на кафедру. И вот для того, чтобы утвердить свою законность, после как раз вот этой всей гражданской войны, после войн с татарами, он собирает собор, на котором соборно утверждает новый порядок. То есть, митрополиты избирают епископа на съезде своем на соборе, и подают на утверждение князю, а потом он уже только едет там в Константинополь. Ну, естественно, Константинополь ничего этого не признавал. К тому времени, обращаю ваше внимание, уния была отвергнута Константинополем, и Константинополь вернулся из унии в православие. То есть, как бы в это время ругать Константинополь уже далеко не следует, потому что мы тоже рукой митрополита Исидора законно подписали унию флорентийскую от всей русской православной церкви. Ничем мы не отличаемся. Поэтому в это время уже Константинопольская церковь отказалась от унии, уже все пало, разрушилось, сгорело, уже было нечего там ловить, и поэтому они отреклись от унии и уже приняли только чисто православную. Поэтому не признавали... Хотя и под властью турок. Да, хотя и под властью, но это ничего вообще не значит. Извините мне, армяне всю жизнь под властью то турок просидели, то этого персидского шаха. Греки под османами 500 лет просидели и ничего там не квакали. Болгарский патриарх сколько просидел под турками? 300 или 400 тысяч суворов не освободил бы, то неизвестно, когда бы еще чего было. Румыния, до пол Европы, в общем, все это было. Поэтому уже здесь оправдание унии не принимается, поскольку Константинопольская церковь уже от унии отреклась полностью. Тем более, что унию приняли только император да патриарх, Господи. Ее в народе, никто ее даже не поняли, что это такое было. И народ крайне был... Как вот у нас было, и Сидора взяли под стражу, и все, и в тюрьму. Начались конкретные контры. Да, начались... Да, почему? Началось выбивание из Константинополя автокефалий. Выбивание, самое главное, значит. Потому что все эти незаконные действия схизматические, они приводили к тому, что нужно было как-то мириться. И тем более Константинополь находился в таком унизительном, обобранном положении, что ему было что-то надо делать. Как-то нужно было... Тем более, они потом ездили к нам столетиями попрошайничать. Взяли за горло. Да, взяли за горло. И поэтому все это, конечно, незаконно. Все это схизматически и расколически. Это столетие русского раскола, русской схизмы. Значит, это фактическая автокефалия. Когда мы установили свой порядок избрания митрополита, это, ну, как будем говорить сейчас, вот как есть всякие такие молодежные передачки с матюками по телевизору, конкретно Константинопольскому патриарху была указана дорога с верным направлением, куда он должен идти. Мы хорошие, а вы идите вот в этом направлении. И поэтому этот вопрос, ну, практически подвис разделение. Произошло разделение церквей. Было разделение сначала Константинополя с Римом, теперь еще и с Россией вдобавок произошло разделение. Но все это благодаря тому, что Иона был в очень добрых отношениях с Василием Вторым. Кстати, в его выкупе, в его там защите он принимал Иона очень серьезное участие. Если бы не Иона с церковными взятками, то, наверное, бы Василию Темному бы не только глаза выкололи, может быть, еще кое-что-нибудь бы отрезали. В 1946 году ему было. Да, 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 да. Но я имею в виду, что он на протяжении всего этого периода, смотрите, с 1931 года и вот уже 1959, он имел на Василия большое влияние. Василий приглашал его на разные совещания. То есть было слияние светской и духовной гости. Да, да, да. Они имели очень взаимопонимание и не зря, потому что были друг дружки друзьями. И даже в беде Иона не покинул Василия, а был его сторонником даже в его вот этих тяжких монголо-татарских испытаниях. Поэтому даже все это как бы симбиоз такой, ну и привел к тому, что рано или поздно все равно Василий бы отпустили его. Но в Руси-то это пошло на благо. Да, конечно, это несомненно. Это против татар. Бог с ним, с Константиноболем. А вернемся, это к нашему. В этом отношении произошел колоссальный свет. Повторяю, повторяю. Ни в коей мере, если я кого-то там ругаю схизматиками и автокефалистами, значит, они были плохие люди. Поверьте мне. Многие еретики и раскольники были гораздо лучше, чем им современные патриархи и попы. И тех, кого мы проклинаем полторы-две тысячи лет уже, давно их нужно оправдать, сняв с них, там типа снистория, сняв с них все вот эти вот ложные обвинения и ложные анафемы, а посмотреть, кого бы из их современников нужно побольше проклинать еще, чем их. Поскольку амбиции политические всегда превосходили церковное благоразумие. Императоры имели такую власть, что задавливали всегда хороших архиерей, как Иоанн Златоуст. Пример Иоанн Златоуст. С чем кончилась эпопея Златоуста с императором Аркадием и его супругой. Ну что ж, дело в том, что есть еще одно очень серьезное и важное, хорошее действие, которое устроил раскольник, митрополит Иоанна, московский, киевский и всеярусин. Этот раскольник в определенный такой момент, когда был ремонт Успенского собора, были обретены мощи митрополита Алексея. Да, митрополита Алексея. И он митрополита Алексея канонизировал. То есть была написана служба, там какой-то болгарин написал богослужение, и был он канонизирован. И второй момент. В это же время, чуть позже, был канонизирован преподобный Сергий Радонежский, которого тоже особое почитание в Лавре и особое вот такое вот его покровительство Руси. Да, да. Вот это вот что можно отнести к благоразумным, добрым и хорошим делам. Ну и 31 марта 1461 года он благополучно скончался, мирно, тихо и погребен был в Успенском соборе. Смотрите, как опять почти совпадает. А в 1962 году почил Василий, второй темный. Вот видите, мы с Вами опять наблюдаем. Помните, как у Андрея Боголюбского? Постоянно это. Да, вот когда есть симбиоз духовной власти и светской, у них все благополучно более-менее получается. И самое интересное, что получается благополучно? Они умудряются отстаивать интересы России. Интересы страны. Интересы государства. Интересы государства. В том числе это благами падает на народ, на общество. Естественно, конечно. Народ чувствует себя увереннее, сильнее и богаче. Да. Следующим митрополитом стал мой тезка. Вот. Я бы вообще назвал бы, знаете, самым главным, вот многие будут смеяться, конечно, Но самым главным историческим церковным событием на протяжении, ну, по крайней мере, будем говорить с X по XVI век, на протяжении XVI веков, это спор о яйцах, мы его назовем. Спор о яйцах. Они не прекращая спорили о яйцах. Дело в том, что никак не могли, почему, не знаю. Это надо очень серьезное церковное рассчитывание. Это вот, помните, как это, шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не могут шалтая, шалтая-болтая-болтая-болтая-шалтая собрать. Вот этот спор о яйцах продолжался 600 лет. Не могу понять, почему-то так было сильно в мозгах сидело. То ли жрать так хотели сильно, то ли тошнило от белка, то ли еще что, причин не могу разобрать. Но еще начиная с Феодосия Киева-Печерского, и вот Феодосий, митрополит Московский, это уже 1475 год, все спорили, можно ли есть скоромную пищу, господские праздники, если они выпадают, богородичные праздники, если они выпадают в среду и пятницу. Вот этот спор не прекращался. И сейчас мы опять посмеемся с вами, потому что до смешного, помните, как этот Волга-Волга провалился этот сквозь пароход? Вот до смешного доходит. Вот доходит просто до смешного. Значит, митрополитом Московским он был избран 1461. Да, это митрополит Феодосий. Он уже был московский, и в Сеярусе не киевский, а московский и в Сеярусе, потому что уже был избран собором епископов в Москве. С этого момента кончились киевские. Иона был последним. Там еще какое-то мгновение был вставленник Есинера Волгарин, а здесь уже московский. Значит, о нем тоже особо много неизвестно. Известно, что он уже в 1453 году, то есть за 8 лет до своего избрания московский митрополит, был архимандритом Чудового монастыря. Это был такой самый из таких главных монастырей. Значит, что произошло? Он уже был к этому времени епископом Рязанским. Что произошло? В 1455 году, в новичерье Богоявление, это строгий пост, но в этом году это новичерье выпало воскресенье. Я еще раз делаю большое такое замечание, тем, кто не знает. Дело в том, что в древности сейчас идет Великий пост. В древности в воскресенье пост не соблюдался и ели скоромную пищу. То есть понедельник, вторник, среду, там понедельник, вторник было просто пост, в среду вообще было сухоедение, в четверг опять был просто, в пятницу сухоедение, там в субботу что-то разрешалось, а в воскресенье пост не соблюдался, пили вино, и там, ну, то есть разрешался пост. И вот эти древние традиции никак не могли разобраться между собой. И вот было на вечере Богоявление, воскресный день, и он, будучи епископом, разрешил мирянам есть мясо, а монахам есть рыбу и яйца. Вот те самые яйца. Спор о яйцах не прекращается. Крашеные яйца, не крашеные, но спор об этих яйцах не завершился до этого самого момента. После этого, под огромный шум, он был вызван в Москву на церковный суд, где ему грозило лишение сана за эти яйца. Яйца непростые, а вот вплоть до того, что лишение сана. Но и он вынужден был, как Галилей, покаяться, сказал, что яйца не вертятся, вот вообще неудобно крутятся. И он покаялся, и с этими яйцами его и отпустили. А так ведь могли вполне и без яиц отпустить. Поэтому проблема заключалась в том, что это вызывало целые епархиальные споры. Никак не могли это прекратить. Хотя многие, еще даже начинают с Феодосией Киопечерского, говорили, что не может быть пост в великие праздники. Потому что как можно соединять скорбь с радостью, скорбь о распятом Христе, с радостью о воскресшем Христе в один и тот же день. Вот мы можем, допустим, в среду выпадает этот день, это предательство Иуды, мы скорбим о Христе. Но в то же самое время в это выпадает, например, какой-нибудь великий господский праздник, который наоборот свидетельствует о истине и утверждении Христа. Поэтому говорили всегда, что радость при большей скорби. И она все-таки в конце концов, Христос-то воскрес, да, воскрес, а не просто умер в воскресе. И логично. Логично. Но этот спор о яйцах, вот это прям, помните, сколько раз мы уже с вами это упоминали? Упоминали о посте в среду и пятницу. Да раз 10, наверное, при всех князьях, при всех метрополитах. Даже Феодосию пишет, по-моему, Мономах пишет письмо, с вопросом, а можно ли есть скорбь о христе, еще в эти дни? Когда они выпадают. Паречка, ну вы извините, но при сегодняшнем вот этом поветрие поголовном, что вот надо паститься, да, 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 да. Да, умереть прямо. Умереть, паститься, ну, надо об этом говорить. Вот, о яйцах надо говорить побольше. Хотя бы лишний разговор о яйцах не помешает. Да, значит, что произошло? Значит, но за ним кафедру сохранили. То есть, ну, как-то решили все-таки это дело миром, и кафедру за ним сохранили. Как мы уже говорили с вами, он был утвержден князем и был избран еще это самое, как собором русских уже архиереев, не утвержденных Константинополем. И тут опять начинается конфликт. Многие из князей других княжеств, которые раньше успокоены, Волынь, там прочее, вы помните, что киевская митрополия была вот такая вот, они не признали этого. И власть не ионы не признавали, ни тем более уже вот после него Феодосия. И эта шаткость положения дошла даже до того, что Тверской архиерей писал ему письмо, в котором обвинял его в схизме и в расколе. То, что это не утверждено Константинопольским патриархом. Тверя опять начала шарить. Тверя опять, да, да, да. Тверя начал. Почему? И только покажи. Конечно, конечно, конечно. Тверя всегда по этому поводу очень активно работала. И эта история с постоянным подкалыванием митрополита Феодосия продолжалась много лет, поскольку вот в протяжении всего его труда в сане митрополита вечно ему приходилось оправдываться, как будто он сам устроил этот раскол, как будто он сам устроил эту схизму. И его оправдание, многие письма его сохранились. Незля его называют Феодосием еще публицистом и просветителем. Он вошел в историю вот под такими именами публициста и просветителя. Ну, это публицист, потому что он составил очень много получений для духовенства. Будучи человеком грамотным и человеком, получившим очень хорошее образование, он, ну, видно, его была такая натура, его душа, ему было очень тяжело видеть безграмотных епископов и видеть безграмотных священников, которые в то время преобладали. Мы уже упоминали с вами, что главной задачей было собрать вот эту ставленческую пошлину. 7 гривен. Помните, вот эти вот 7 гривен? И в результате этого совершенно безграмотные попы находились на самых богатейших приходах. Сейчас, кстати, то же самое. Сейчас говорят много там красивого, но, поверьте, редко найдется священник, который действительно будет способен на какие-то действия, связанные с умственным размышлением, на какую-то работу конкретную, научную, заданную ему, единицы. Большинство будет вот паки-паки-баб, дайте бабы-трояки, больше это вершина духовности. Ну, или проповедь, прочитанная с какой-нибудь книжки, там, какого-нибудь древнего греховного страдальца, оплакивающая свои бесконечные грехи. Ну, и так как сегодня не особо много времени, есть в заключении самый интересный пирожок. Да, а давайте вот вы расскажите, а я потом закончу. Хорошо. Я немножко тут проследим еще параллель такие. Вот сейчас мы видим, что Феодосий это как раз человек, который начал в правление Иоанна Третьего. Да, да, это Василий Второй уже умер темным. То есть, это был его и духовный наставник, это был его помощник в политических делах, и мы видим расцвет государственности на Руси. После окончания этих всех феодальных войн Иоанн Третий берет окончательно власть в свои руки. Там остались несколько всего удельных княжеств, которые потом потом... Да, 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 да. Феодосий очень помогал Василию Третью в объединении княжеств. И Иоанна помогал своему Василию Второму, а Феодосий Василию Третью Ивану Третьему в объединении государства. Я про что и говорю, что Иоанн Третий начал усиленно политику укрепления государства. Я думаю, поэтому и он и утвердил Феодосия, поскольку он был и мусором. Конечно. Я вот на это обращаю внимание. Тогда же была решена в первую очередь казанская проблема. Конечно. В первую очередь. То есть все эти передряги, которые возникли с казанским ханством, я уже упоминал, что был у нас такой Касим хан, который, к сожалению, тоже в начале 60-х годов умер, но положительный исторический момент, что его сын, по-моему, Даниэр, если мне не изменять память, продолжил политику. И остался с Москвой за единое целое. Все. После этого Касимовские татары были уже полностью русские. Потом они стали мещеряками. Мужики-мещеряки сильные, богатые, всегда довольны, зажиточные. Ну, это так, напоследующее. Вот, с Казани было покончено, это был конец 60-х годов, и потом Иван III занялся Новгородом. Не знаю, там попадает Феодосия. До какого? Нет, Феодосия умер в 1475-м. он был всего, он в 64-м году ушел, а он дожил больше, потому что уже в монастыре доживал. Тогда еще тогда момент. То есть, Феодосий подготовил как раз почву для разборок с Казани, видимо, это однозначно. Но еще один момент. Раз происходили такие передряги между вот в духовной высшей среде, что наша московская митрополия никак не могла самоутвердиться, то отсюда началось вот это возникновение теории, которую потом озвучил монах Феофил в Спасо- Елизаревском монастыре в Псковском. Значит, Москва, Третий Рим. Она, эта вот теория ниоткуда не взялась, она вот пошла вот как раз из того, что вы рассказывали. Абсолютно верно, Жень. Проблема еще в чем заключается? В том, что, как бы мы сами не утверждались, у нас еще была Литва, которая потихоньку выпала из этого киевского княжества и митрополия отделилась, киевский митрополит и московский стали разными совершенно. До этого времени был один человек. создать вот эти славянские куски, она и потребовала создания новой идеологии, теории, что Москва, Третий Рим, для того, чтобы мы сами хотя бы понимали, что мы действительно куда-то идем в верном направлении. Они без киевца должны ездить к Иосифовскому патриарху и так далее и тому подобное. Кстати, вот в заключении сегодняшней беседы тоже очень важный такой главный момент. На чем сломал себе ноги вот этот Феодосий? На духовном просвещении. Что получилось? Будучи человеком таким вот, молевшим за грамотность духовенства, он провел такую поповскую реформу. То есть, священники должны были сдавать экзамен. Курсы повышения квалификации. И в результате обнаружилось, что многие попы читать не умеют. А некоторые там были двоеженцами и в общем там неизвестно чего. В общем получилось так, что сотни священников были отстранены от приходов, а некоторые там десятки даже были лишены сада. Но ничем хорошим это не кончилось, поскольку замены взять было негде. То есть, вот эти тупые попы были цветом общества. Заменять их было неким. После всех, кто были более-менее грамотные и там прочие, татары уводили в рабство. Запомните, в рабство уводили в первую очередь людей на что-то способных. Ремесленники. То есть, чтобы продать подороже. Одно дело продать там дурака, которому 20 лет и он может только яму копать или закапывать ее. Либо продать человека, который умеет, например, там кузнец или гончар. Его стоимость возрастала, да, в десятки раз. То есть, этот раб на средиземноморском невольничем рынке стоил бы в десятки раз больше. Ну, естественно, осталось что? Безграмотные остались. Вот некем было заменить попов. Представляете, сотни храмов остались без богослужений. И началась церковная сумятица. Написано так в летописи, что начали его все клясти. То есть, проклинать, не отпевать, не крестить, ни попа, ни ма, ничего не сделаешь. И все это духовно переживалось, все это духовно возмущалось и закончилось тем, что митрополит получил такое количество писем и жалоб, и князь. Что после разговора очередного с князем, с вот этим самым Иоанном Третьим, его хватил удар Феодосия. Ну, как удар? Не сильный такой, будем говорить, гипертонический криз. В общем, гипертонический криз, сильнейший гипертонический криз, что он чуть не умер. И расстроившись в чувствах всех своих, он хотел доброго, а получилось точно как приниканье потом, мы потом посмотрим с вами, с великим русским расколом тоже. Вот надо было попам устроить школу и учить их, а не отстранять там и выгонять, и храмы закрывать. Но ума не хватило на это. Все же о яйцах спорили, чьи яйца важнее. И поэтому кончилось это проклятиями, раздорами, гипертоническим кризом. И, оклемавшись, он сказал, нет, все, больше не буду я вам тут митрополитом. И уехал в чудов монастырь, в котором еще прожил 11 лет. Проблем не было, поскольку теперь можно было другого сразу выбрать и тут же на соборе утвердить, ни в какой Константинополь ездить было. Короче, его сожрали. Да, его просто сожрали. И вот эти закрытые храмы подлили масло в огонь. Ну и перед самой своей кончиной в 1475 году он поехал в Лавру в Троице Сергиево, где и скончался в Лавре. А по хроне чудового монастыря вот 15 октября 1475 года. Я прошу прощения, маленькое уточнение. Да. Чтобы уже не возвращаться к этой теме. Я просто немного дезинформировал по поводу Казани, той же Казани. Потому что Казань это очень важная вещь в нашей истории. Не говорите про то, что как Иван Грозный взял Казань. Просто прекратились нашествия казанские. Не в том дело. Дело в том, что там сцепились между собой за казанское наследство две линии. Касимовский наследник Дания и наследники Улу Мухаммеда. И вот Москва-то помогать пошла конечно же к Касимовскому наследнику. И на этой почве но к сожалению они не посадили своего ставленка. Вот к сожалению историческому они выиграли войну. Иван Третий выиграл войну над Казани. Подписали там все договора. То есть Казань временно смирилась со своим положением таким второстивным. постепенным от Москвы. Но своего вот ставленника Иван Третий. Да, не хватило ума. Если бы они поставлены было по-другому. Не хватило. Ну как раз вот еще и вот эти истории с митрополитами может не с кем было бы советоваться. Чтобы уже не возвращаться к этой теме. Еще раз всех с Великим Постом. Всего самого доброго и до следующей встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok